Приветствую вас, Павел. Давайте разберем ваш вопрос. Познакомился в интернете с девочкой, пишите вы отличница, учится, работает. Только общение никак не идет, отвечает за себя неохотно, но не интересуется, хотя на то, что я рассказываю, реагирует. Иногда ответит смайлом или просто прочитает и оставит сообщение без ответа. Сегодня после прямого вопроса о встрече написано, что она еще думает, продолжать ли со мной общение или нет. Мол, посмотрим, что из этого выйдет. Я не знаю, что и делать. Подскажите, пожалуйста. Что именно вам подсказать, Павел? Вы как-то свой вопрос сформировали бы несколько более подробно, то ведь и непонятно, что конкретно вам подсказывать. Как сделать так, чтобы девушка решила с вами взаимодействовать. Как сделать так, чтобы девушка решила вам, ну, решила с вами больше идти на ВКонтакт. Как это работает? Не очень, мне кажется, этот момент здесь понятен. Ваше знакомство в интернете свидетельствует скорее всего о том, что с девочкой вы имеете, как мне кажется, достаточно мало общего. То есть между вами и девочкой мало общего, мало чего-то, что вас связывает. Мало чего-то, что обуславливало бы контакт ваш друг к другу. И воля-неволе возникает вопрос. Чем вас привлекает девушка? Волей-неволей возникает вопрос. Почему вы познакомились с ней в интернете? В интернете. Ведь в интернете человека воспринимаешь очень ограниченно, очень сильно ограниченно. Настолько, что и представить сложно. Но вы, такое ощущение, по крайней мере такое ощущение возникает у меня. Вы как будто бы только вот в таком контексте и общаетесь с ней. И я бы сказал, что в определенной степени это может быть проблемой. Потому что, простите, но недостаток общего, ну между вами, недостаточность общего между вами, может представлять из себя серьезную проблему. А вам нужно увидеть, увидеть и задать себе вопрос, каким образом я пришел к тому, чтобы знакомиться в интернете. Вот. Почему я знакомлюсь в интернете? Не в том контексте, что это обязательно плохо, а в том контексте, что, насколько я это делаю из выбора, насколько мне хорошо, вот, знакомиться в интернете. Вот что, как мне кажется, важно, если вы себе сами на эти вопросы попытаетесь ответить, если вы сами постараетесь ответить себе на эти вопросы, то, на мой взгляд, это могло бы решить многие ваши проблемы, многие ваши трудности. Конечно, не все. Это только начало. Потому что я думаю, что в целом вы человек, который в себе не уверен. Я думаю, что в целом вы человек, который не очень хорошо себя чувствует, человек, который себя не принимает, вот, и который в целом себя обесценивает, и которому, как мне кажется, не очень комфортно. Мне кажется, что вам наедине с собой не очень комфортно. Собственно, вы пытаетесь вот построить отношения с девушкой, познакомиться с ней, рассказываете ей что-то, в том числе с этой целью. То есть, у меня есть ощущение, что рассказывая ей какие-то вещи, вы, в общем-то, ждете какой-то обратной связи. Но нет у меня такого чувства, что вы просто делитесь тем, что вам хочется. То есть, нет ощущения, что вы здесь проявляете себя как личность, нет ощущения, что вы делаете это из избытка. Нет, есть ощущения, что вы это делаете из чистого дефицита, вот, пытаясь как бы девушку заинтересовать. Но за этим, за тем, что вы пытаетесь заинтересовать девушку, вы, на мой взгляд, не видите, как теряете, например, себя. Но за этим, мне кажется, вы не видите, как перестаете быть собой, что в целом вполне нормально и в целом вполне логично. Потому что это сложно остаться собой и, вот, ну, продвигая такую модель поведения, которую продвигаете вы. Вот. Это, вообще говоря, невозможно. И вы сейчас, я не побоюсь этого слова, пожалуй, что держитесь, ну, на одном только, вот, своем, как мне кажется, энтузиазме. Вот. То есть, ну, здесь, в какой-то степени все просто. Пока энтузиазм у вас есть, пока у вас сил хватает, пока энергии хватает, пока, вот, ну, надежда есть, да. Вот. Вы, ну, будете, будете стараться, пока у вас есть надежда, есть надежда. Вот. Как только появится столько ощущений, что надежды больше нет, ну, скорее всего, вам станет очень, очень тяжело и вы сами перестанете. Обычно я иногда бы, ну, апельзе, пытался с девочкой взаимодействовать, вот. Э-э-э-э, я не очень сторонник того, что общение, вот, как-то вот насильно, да, педалировать, если оно не идет. Мне кажется, что честнее, не всегда приятнее, но честнее, вот как-то признать, признать, что, ну, вот человек немножко немой, да, вот. Да, для этого нужна определенная, определенная сила, для этого нужно определенное мужество, здесь спору нет, но вы сэкономите достаточно времени себе и вы сэкономите достаточно времени, время, например, то есть девушка, вот, не выглядя при этом. Как преследователя, а, к сожалению, именно так вот вы выглядите, по крайней мере, на мой взгляд. Вот, не хочу, конечно, ни в коем случае вас обидеть, но вот выглядит пока что-то так, и выглядит это довольно скверно, я бы сказал. Такой ответ, я надеюсь, вам это будет полезно, надеюсь, что вам это будет интересно. Буду благодарен вам за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, не затягивайте с обращением к психотерапевту, не затягивайте с началом психотерапии, вам это необходимо. Отдельное внимание делите обратные связи, вот, на мой ответ, чтобы иметь возможность как-то вот сформировать для себя некоторые такие проблемные, скажем так, зоны, вот, над которыми вы захотите, я надеюсь, поработать. Всего вам самого доброго, удачи.